И сегодня мы с вами разберемся, как можно ускорить свое похудение в несколько раз, если вы на пути сброса лишнего веса, если вы хотите быстрее видеть результаты, вам нужно быстрее влезть в это платье, или поскорее подготовиться к пляжному, чтобы подруга обзавидовалась, или вам нужно влезть в, не знаю, костюм свадебный, если вы немножечко прибрали лишний килограмм, или просто, если вы занимаетесь фитнесом и вы заботитесь о своем здоровье. Сегодня мы с вами поговорим о том, как ускорить процесс сжигания жира, топления сала, отхода лишних из всех проблемных мест, шея, подбородок, бедра, низ живота, какие у вас проблемные зоны, ребята, сейчас будем с этим всем разбираться. Я с вами поделюсь реально работающими лайфхаками, которые за более 10-летнюю практику мы имплементируем в рамках нашего курса «Здоровительный ОПГ-марафон», в рамках моей профессиональной личной практики здесь, в Праге, те, кто там не знаком, меня зовут Алексей Ворни, автор, ведущий диетолог, работаю очень много лет, и автор уникальнейшего курса, который вообще не имеет аналогов в мире, называется «ПГ-марафон», мы каждый год обновляем нашу лицензию Минздрава, и работаем онлайн. И вот работая онлайн, я вижу с тысячами людей, когда за все эти годы эти советы действительно работают и ускоряют процессы похудения, и мотивируют ребят. И, конечно, тебе хочется фигачить, когда ты видишь результат относительно быстро, когда ты становишься из недели в неделю на весы, и у тебя от вес там всего один килограмм в неделю, там какая-то такая-то история, естественно, тебя это демотивирует. Сейчас будем разбираться, что вы можете сделать для того, чтобы ускорить, турбировать, поэтому поехали, разбираемся. Пальцами наверх вы, конечно же, поддерживаете, вы обязательно подписываетесь, и вы каждый день со мной трудитесь во благо вашего здоровья, ребята. Вживую мы работаем с вами, в прямых эфирах мы встречаемся с вами каждый день. И сегодня не исключение, пожалуйста, подписываемся. Так, значит, смотрите, какая штука. У нас похудение начинается с создания калорийного дефицита. Калорийный дефицит вы можете создавать по-разному. Вы можете недоедать, вы можете много тратить, но вам при любом раскладе нужно понимать, где вы находитесь. Чтобы вам понять, где вы находитесь в плане калорий, я даю вам очень простую методику. На 23 умножить свой вес, и вы получите цифру, которую вы будете, если придерживаться при распределении правильного БЖУ, вы будете в калорийном дефиците, но вы не будете недоедать. Вот это самая важная история. Нельзя недоедать. Если ты будешь недоедать, то ты тогда уничтожишь свой метаболизм, и ты тогда будешь худеть еще медленнее. Задача есть. Если вы, например, весите, берем калькулятор, и берем какой-нибудь простейший, самый распространенный случай. Самые распространенные случаи, которые у меня встречаются, это девушка с ростом 160, она должна весить номинально 50, а она весит 80. То есть, чтобы узнать, сколько ей нужно есть, и сколько вам нужно есть дома, вы берете, например, вот она весит 80. Мы умножаем ее вес на 23, и получаем цифру 1800. Не больше, чем 1800 калорий. Если вы весите 120, 140, 150, если вы весите 60, а хотите весить 55, всегда умножайте свою цифру на 23, и вы получите примерно вот ту золотую середину, которую вы, если будете потреблять из пищи, вы не уничтожите свой метаболизм, потому что так много людей, ну вы представьте, да, вот она весит 80, она должна весить там 50, у нее лишних 30 килограмм. Лишних 30 килограмм, это на минуточку, если мы с вами умножим длить 30 килограмм на нет-то массу, да, 30 умножить на 7700 калорий, значит, умножить на 7700 калорий в одном килограмме жира при жиротоплении, 230 тысяч калорий она наела, понимаете, за все эти годы. И, ребят, 230 тысяч калорий в лишнем весе, или у вас, если 10 килограмм, там у вас 7700 калорий, примерно там 7700, 7400, 7700, 7900, то есть брут в одном грамме жира 9 калорий. Нет-то, который ваше тело может использовать энергию, вы получите 7,2, 7,5, 7,6, в зависимости от вашего метаболизма. Так вот, вы будете сжигать эти килограммы достаточно долго, и, естественно, логичным предположить будет, что нужно меньше есть. И это правильно, то есть не подумайте, да, как бы, что я говорю, что вам не нужно меньше есть. Вот эта девушка, которая наела у нас с вами 230 или там четверть миллиона калорий в сало, понимаете, она же их наела не от того, что она, именно глаза карие, а потому что она ест, как свинка Пепа, понимаете, она ест до черта, и у нее калорийный избыток, вот этот калорийный избыток транслируется в четверть миллиона калорий в сале. И когда 1800 калорий мы посчитали ей, да, вот у нее рост вот такой, вес вот такой, вес умножили на цифру, 23 получили цифру 1800 калорий. То есть 1800 калорий, казалось бы, это относительно много вам может показаться, если вы как-то более-менее распределяете и понимаете, что такое 1800 калорий. Но при условии, что она до этого ела большую часть времени, там, 3-4 тысячи за 5-6 раз в день, то 1800 это конкретное недоедание для человека будет. Но номинально никогда меньше, чем 1200-1400 я вам не рекомендую опускаться. Потому что если вы будете есть меньше, чем 1200-1400, вы не получите из пищи достаточное количество того, чего нет в, значит, витаминс энд минералс. Ребят, в вашем жире, когда вы худеете, нет содержащихся витаминов и минералов. В жире есть только энергия. И когда мы с вами ориентируемся на минимум 1200-1400 калорий для того, чтобы сжигать жир и при этом не есть много, и при этом есть достаточно, чтобы не влетать в дефициты. Еще раз, вы не можете из жира потащить витамин D, витамин A, витамин C, витамин E. Вы не можете потащить минералы из жира. То есть их там нет. И поэтому вам нужно есть достаточно. Очень много диет каких-нибудь, которые мы видим очень распространенные. Там 500 калорий в день, 600 калорий в день, 700 калорий в день. И ты можешь сесть на эту диету. И ты можешь на ней выдержать 2 недели, я не знаю, 3 недели. Если вы супер дисциплинированный, вы выдержите месяц. Но вы не создадите того дефицита. Вы прикиньте, вот ей нужно, да, похудеть на 250 тысяч калорий. Но если у вас в день будет недоедание, очень большое, вы плавно понизите свой метаболизм. И да, вы какой-то процент похудеете, но дальше вы не сможете продолжать по какому ключе. Потому что дефициты витаминов и минералов, они вас сломают. То есть ты не сможешь жить так дальше. Поэтому нужно есть полноценное, нормальное, большое количество калорий, чтобы получать витамины и минералы. И ваше меню составляется, если у вас там 1800, или 1500, или 2000 калорий, если вы весите многое, вам нужно худеть. Вы ели до этого 5000 калорий, или 4000, вы получили 2000. Из них вы 15% максимум тратите на углеводы. Вот это очень поворотная история. То есть вы из всего объема ваших калорий, когда вы умножили цифру вашего веса, на пропорцию, то есть если мы берем вот эту девушку, которая у нас с вами весит чисто теоретически 80 и должна весить 50, у нее лишних 30 килограмм. И она с ростом 160 должна весить 50, она весит 80, то есть 30 лишних килограмм. Она нажрала 240 тысяч калорий в сале, и вот получается у нее там 240 тысяч калорий в жире. У них нужно разделить на какой-то адекватный дневной дефицит, который мы можем держать месяцами. И тебе не будет особо сложно. И ты не сломаешься через 2-3 недели. Понимаете? 240 тысяч калорий, если в день мы будем с вами находиться минус 1000, ну то есть 240 дней. В принципе, для 30 килограмм 240 дней это нормальный дефицит. Но вам 240 дней нужно дисциплинированно контролировать каждый день пищу. Пожалуйста, вот эта история там с читмилом и с еще какой-то херней, все это не работает. То есть история с читмилами, когда вы видите в интернете там разные фитнес-селебрити, которые раз в неделю, раз в две недели зажирают, там другие правила игры. На себя это не меряйте, ребята. В моей жизни нет читмила, в принципе, потому что я могу приготовить любой день какие-то десерты, оторваться на нем как хочу, даже если будет калорийный избыток, это не даст флеска сахара и глюкозы. Вот это очень важная история. Калорийный избыток из мусора не нужно, когда вы можете пойти ко мне в телеграм под видео в описании в YouTube, найти 100 500 от рулетиков с маком до рогаликов, от печенья, до варенья, то есть потребность в читмилах отпадает. Так вот, смотрите, 250 000 калорий нам нужно у этой фигуральной воображаемой девушки сжечь. И она ест в день 1800, и вот здесь самое важное, какой будет расход, как раскрутить свой метаболизм, чтобы как можно больше метаболизм тратил, чтобы как можно среднемесячный был у нас расход. То есть если мы с вами возьмем там девушку, рост 160, если мы возьмем там 30 лет, например, такой усредненный формат, чтобы узнать метаболизм человека, примерно рост, вес и образ жизни. Рост 160, вес 80 и относительно активный образ жизни, то есть 6000 шагов в день, тренировок нет, уборка, там один ребенок или один кот, работа и прочая история. То есть примерно с вот таким вот форматом, я думаю, в день человек будет тратить минимум полторы тысячи. Минимум, а то и две, если много нервов. То есть понимаете, какая штука? Если вы умножите примерно среднеподвижного человека, вот если мы возьмем ее, да, вес 80 и умножим на 20, мы получим вот эту цифру. То есть смотрите, какая штука. Если вы на 20 умножите ваш вес, вы получите плюс-минус базовый метаболизм. Базовый метаболизм, базовый метаболизм это то, что у вас примерно, когда вы проснулись, открыли свои глазки, вы дышите, вы идете в туалет, заварить кофе, вы идете на работу, вы едете на метро с работы, вы нервничаете, потому что у вас там сроки горят, какая-то там история, вот такой минимальный какой-то формат расхода энергии в день. Если вы просто лежите в постели весь день, то вы можете свой вес умножить там на 17, вы получите примерную цифру, если вы там в коме, например, находитесь, чтобы понять, сколько расходует тело на поддержание температуры 36,6 и на дыхательную функцию, на сердечную функцию, это вот супер база, там даже на 15 можно умножить свой вес. Но это вы, если не в коме, не делайте так. То есть чтобы узнать свой метаболизм в нормальной жизни, на 20 умножаете свой вес, получаете примерно цифру вот эту, которую вы ни при каких обстоятельствах не должны забеднить. То есть вот сейчас мы с вами взяли вот эту девушку, да, она там весит 80, у нее базовый метаболизм 1600 калорий, то есть 1600 ее тело по-любому сожжет. А мы едим чуть-чуть больше, чем этот базовый метаболизм. То есть мы едим с вами, взяли тысяч, мы взяли с вами там вес 80 и умножили на 23 и получили 1800-1900 примерно калорий, да, и вот это вот то, что она ест каждый день. То есть видите, мы едим чуть-чуть больше, чем базовый метаболизм. И мы едим чуть-чуть больше, чем базовый метаболизм, чтобы его не ушатать, этот базовый метаболизм. Если вы будете иметь базовый метаболизм 1600, а есть 1000, вы его опустите до 1000, тело будет адаптироваться. Тело прекрасно адаптируется. За пару недель опустится метаболизм, упадет температура, количество энергии уменьшится, вы будете как амеба. Вы просыпаетесь, и вот это вот поползло, куда-то еле чистить зубы. Поползло на метро, на работу. Вот такое, на работе будет успеваемость отпратная, голова не работает, оно вам не нужно, потому что вы так не выдержите. Значит, мы поняли, 1800 мы с вами едим, метаболизм у нас 1600, в вашем индивидуальном случае умножьте на 20 свой вес, получите базу, или на 23 умножьте свой вес и получите цифру, которую вам нужно есть, чтобы сохранять умеренный калорийный контроль, и при этом, чтобы вы могли худеть. И самая барабанная дробь, ребята, важная. Вы должны создавать дефицит из расхода. Ребята, в моей практике, представьте, в рамках ПГ-марафона через мои руки прошли 8500 человек. Огромное количество людей, огромное количество судеб, огромное количество историй успеха или те, кто приходит, истории неуспеха. И у всех, и у каждого, у кого была проблема со сбросом лишнего веса, был дисбаланс вот этого вот похудения в плане калорийного баланса и как бы адекватного понимания сроков. То есть, когда нет сроков, ты не можешь вообще врубиться в то, как быстро должен уходить твой жир, потому что ты, когда думаешь, боже, целая неделя на диете, а она как теория относительности Эйнштейна, понимаете. У вас минута на сковородке, это как вечность. И час с приятным человеком на лавочке, это как просто мгновение. Вот у вас точно так же. Вы целую неделю на диете, и вам кажется, что вы должны быть вознаграждены за ваши труды, усилия и мучения 10 килограммами от веса на весах. А это, извините, бруто 90 тысяч калорий. Это невозможно. Даже если вы не будете неделю есть, имея вот этот метаболизм 1600, вы просто представьте себе, да, если ты тупо неделю не будешь есть, и ты даже не будешь считать, что у тебя за неделю метаболизм притормозится, вы сожжете, смотрите, 11200 калорий. А если мы их с вами разделим на, значит, там, 7, ну, всеусредненно, 7500, то вы за неделю похудеете на чистых полтора килограмма жира примерно. То есть, это вообще мизер, понимаете, какая штука. И вот это большую часть людей очень смущает. Они думают, что они за свои усилия должны прям очень быстро, очень интенсивно, очень уверенно природой быть вознаграждены. Типа, вот тебе моя умница, ты неделю не ешь пончики, значит, минус 10 килограмм на весах. Да не будет так работать. И дальше, когда так не работает, начинается херня ваша диета, было и так нормально до этого, или, дорогая, не расстраивайся, я тебя и такой люблю. А, значит, он такой, блин, та ну его нафиг, я не могу работать, мне надо деньги зарабатывать, семью обеспечивать. И начинается вот эта вот игра в кошки-мышки, и торг начинается. И ты такой, блин, нафиг оно надо. Ну, жилось же окей. И жена меня любит, или там девушка, или там подруга, или еще какая-то история, или ваши коты вас любят. То есть, фишка такая, что ты начинаешь торговаться и думаешь, зачем оно было нужно вообще все это время мероприятия, все тут мучиться. И факт, ваш кот вас любит, и ваши близкие вас тоже очень любят, но тут задача главная, понимаете, какая? Не то, чтобы похудеть ради того, чтобы вас больше любили, или вы врезали в платье. Похудеть задача, чтобы выйти из главного убийцы современных людей, это метаболический синдром. И метаболический синдром, если вы сможете удержать этот дефицит, он вас не убьет. А если вы не сможете удержать дефицит и сохраните свои старые привычки, то метаболический синдром это классическая история. Это три главных убийцы в него включены. Ишемические болезни сердца, инсульты и рак. Помимо всего прочего, диабет, диабет третьего типа, второго и первого типа. То есть, у нас деменция, у нас диабет классический второго типа, преддиабеты, у нас с вами поликистозы, у нас с вами холестерин, у нас с вами ускоренные процессы старения. Ну, элементарно. Но сегодня же-то их нет. Понимаете? Сегодня деменции, холестерина и ускоренных процессов старения нет. Так нафиг оно мне надо на этом калорийном дефиците. Я картошки жареные хочу. И вот начинается дальше снова торг. Потому что ты сегодня хочешь, а потенциальные болезни, они в каком-то необозреваемом будущем. Ты же не знаешь, может, у тебя уже рак. Ты же не знаешь, может, у тебя уже прединсультное состояние. И если ты вот этот месяц мега интенсивно не будешь свободным здоровьем заниматься, тебя хватит инсульт геморрагический. И все. Будешь ходить под себя до остатка жизни до конца. И своим близким будешь, да, как бы обузой. Вот это люди не знают. Они в моменте живут. То есть, я сейчас мучаюсь и хочу за неделю минус 10 килограмм. Я сейчас не ем свои любимые пончики. Значит, я хочу, чтобы все было быстро и все было моментально. И вот так это, блин, не работает. Быстро только кошки, даже кошки быстро не ложатся, не родятся. Спешка нужна только при ловле блох. И поэтому я говорю, что вот ваш базовый метаболизм, там, берем эту же девушку, да, рост 160, должна весить 50, а она весит 80, 30 лишний килограмм. Четверть миллиона лишних калорий, которые мы теоретически, да, отложили тут в мясном и оставили. И она ест в день 1800, а базовый метаболизм ее 1600. То есть, она в день номинально, даже в небольшом плюсе. И дальше вступает в силу следующая история. Какой уровень активности сверху, то есть, то, ради чего вы здесь собрались, да, как ускорить похудение и как ускорить метаболизм, да. И ты не будешь худеть просто от того, что у тебя больше расход базовый, да, потому что базовый твой расход 100%, в 100% случаев. В течение месяца адаптируется к тому количеству калорий, которые ты ешь. Если ты ешь 1000, а твоя база 1600, то твой базовый метаболизм упустится до 1000. И будет у тебя температура, еще раз, 36, и будешь как амеба. Поэтому база 1600, ешь 1800, 1900, и все остальное дефицит создавать будет из расхода. А из расхода у тебя дефицит создается шаги, каждый день 10 тысяч, 15 тренировок в месяц в зале. Дополнительно ты будешь более активно, там, например, по работе на обед, когда все идут, ты идешь делать кардио или по лестнице ходишь. То есть какой-то дополнительный расход, да, с коляской, с котом, с собакой, с вашим кроликом вы идете гулять. Любой возможный формат активности. Когда вы вечером сидели, смотрели сериал, сейчас вы продолжаете смотреть свой сериал, не поймите меня неправильно. Но вы продолжаете смотреть свой сериал, и сейчас, ребята, самое эффективное, что может быть для жиросжигания и похудения, это зона 2 кардио. То есть зона 2 кардио, я вам рассказываю регулярно, прошу вас, каждый день, если вы прям хотите прям самым быстрым форматом худеть. И сейчас вот барабанная дробь, что позволит тебе самым эффективным форматом худеть? На пустой желудок, кушая, еще раз, вы едите ваши там, да, калории, которые мы сейчас сосчитали, на 23 умножили ваш вес, но вы каждый день на пустой желудок делаете минимум 60 минут зоны 2 кардио. И это значит, что пульс 110-115, вы на дорожке 60, а лучше 90 минут, и через 20 минут после того, как начинается активность, иначе ментохондрии начинают использовать в энергию не глюкозу крови, не мышечную, а непосредственно триглицериды жировых депозитов. То есть вы, грубо говоря, худеете, тратите жир на энергию во время выполнения упражнения. И этого можно добиться только если у тебя относительно длительная нагрузка с относительно низкой интенсивностью. То есть шаги – это супернизкая интенсивность, и они как бы создают дефицит, но там особо не расходуется жир, расходуется гликоген, а жир ночью после определенного количества шагов будет расходоваться, если ты не перебираешь калории, дебет с кредитом сводясь. Ночью ты худеешь. Когда вы спите, сжигается жир. Если в день вы потратили 3, а съели 1800, то есть 1200 лишних калорий возьмутся из жира. Это важно. Но если вы на дорожке 60 минут, угол 5, скорость 5, пульс 120, на 20 минуту начинают активно использоваться триглицериды, и вы начинаете использовать, не вы, а клетки ваши используют на клеточном уровне жиры, триглицериды – это часть ваших жиров, в энергию. И вот если только это будет, да, уравнение работать, только если кардио на пустой желудок, не бойтесь, что у вас там куда-то погорят мышцы. Никто у вас никуда не погорит, ребята. Я всегда делаю кардио на пустой желудок, мои мышцы все на месте, все прекрасно, все замечательно. Значит, вы обязательно должны делать кардио, и если у вас получается, и если вы прям по-настоящему, да, вот вы мне ответьте, да, я по-настоящему хочу как можно быстрее похудеть, то вы берете вот этот ближайший месяц, эти 30 дней, и вот вы 30 дней, ребят, без прикола, без вот этих оправданий, мне они не нужны, ваши оправдания, и они вам, по сути, не нужны, они нужны только вашей лени. Но если вы действительно хотите избавиться от лишнего веса как можно быстрее, в следующий месяц у вас схема такая. Все 30 дней вы каждый божий день в зале, может быть, раз в неделю вы не в зале, и вы на дорожке идете со скоростью 5, с углом 5, с вашим любимым сериалом на телефоне и в наушниках, херачите 60 или 90 минут на пустой желудок, и потом после обеда вы едите ваш кусок мяса и салат. В ваше меню складывается мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры. У вас 15% на углеводы уходит вашего общего колоража, овощи и ягоды, где много клетчатки и низкий гликемический индекс, и вы создаете дефицит из большого количества расхода. То есть, еще раз, не есть меньше, чем 23 умножить на цифру вашего веса, не ходить меньше, чем 10, а лучше 14, а лучше 15 тысяч шагов в день, и это абсолютно достижимо. У меня, я вам показываю, да, регулярно, регулярно показываю вам каждый день, стремясь за шагами, стремясь за, при условии, что для меня это прям не есть сама цель, не есть прям вот сдохнуть любой ценой, я должен сделать там шаги и вот просто кровь из носу. Ну, еще раз, вот я вам покажу, там, допустим, мой 2018 год, 16 тысяч шагов каждый день, так, 2018 год. Например, мы возьмем 2020, возьмем 20, да, вот эта ковидная история, смотрите, 12 тысяч шагов в день, не остановило. Значит, дальше, возьмем там историю, например, 24 год, да, 24 год, 13 тысяч шагов каждый день, 24 год, 13 тысяч шагов каждый божий день, то есть, это не проблема их собрать, эти шаги, вообще не проблема. Каждый день у тебя на часах, да, задача, да, ты там тык-тык, вот я использую степ-сеп приложение, вот у меня на часах, и вот здесь вот видите, расширение в боку, вам, наверное, сейчас, подождите, да, я встану на сторону и покажу вам. Вот мой watch face на часах, да, и вот здесь приложение степ-сеп, и вот сегодня у меня там 3400 шагов, да, и задача за сегодня набрать еще как минимум десятку. Степс, как шаги, ап-приложение, и оно очень, да, красиво тебе показывает, как, что, куда, и помимо всего прочего, я еще всегда делаю тренировку каждый день физически, то есть, я делаю 13000 шагов, но не только из кардио, а из суммарно, да, там, тренировок в зале. Я в зале тренируюсь из 30 дней, ну, 30-27 минимум. Фишка в том, что я свои шаги собираю, даже не на дорожке, я свои шаги собираю, я между подходами, когда я не сижу, не отдыхаю, я хожу, суммарно за день ты весь, все время ходишь. И вот у вас, получается, шаги, это бесплатная нагрузка, которая относительно расходует, да, вам часть какой-то энергии, но еще раз, большая часть дебита с кредитом будет ночью сводиться, когда вы спите. А вот зону 2 кардио, если вы ходите 30 дней в зал из 30 дней календарных, и вы идете 90 минут или 60 минут, и у вас ваш сериал или ваше видео какое-то, или там наш подкаст, я надеюсь, или любая активность другая, то вы на 20 минуту непосредственно начинаете жиросжигать. Итак, вы едите 1800, у вас база 1600, плюс дополнительно сверху 15 тысяч шагов каждый день, плюс, если у вас есть возможность, какая-то тренировка, плюс работа, плюс то, все, 5, 10, вот у вас уже собирается там 3-3,5 тысячи калорий, а вы сели 1800, то есть дефицит 1200. И за месяц 35 тысяч калорий вы создаете дефицита из расхода. Это очень важно. 35 тысяч калорий дефицита из расхода, на минуточку, это если мы возьмем с вами из массы нефта, то у нас с вами 35 тысяч калорий, значит, 35, господи, разделить на 7500, это получается, смотрите, почти 5 килограмм лишнего веса. Если вы точите шаги, если у вас движуха, если вы бегаете, прыгаете, если у вас все четко по местам расставлено, и у вас все, значит, тогда активность вся у вас достаточно высокая. Вот и все, все очень просто, ребята. Все элементарно, абсолютно разложено по полочкам, и вы понимаете, что у вас вот этот дефицит, который вы сохраняете в течение месяца, он может быть вами поддержан, и не только один месяц. Хорошо, вы можете делать не 30 дней тренировок из 30 дней тренировок, из 30 календарных, да, 30 дней кардио. Хорошо, делайте 20 дней. Значит, но вы, если понимаете, что вам прям, ну, суперсложно, и вы из 30 дней календарных, там, субботу, воскресенье, вы не на кардио, смотрите, какая штука, субботу, воскресенье, вы не на кардио, но вы так тогда не сможете держать дольше, чем месяц, да, например, вот этот интенсив. И вы такие, так, ну, чтобы там 2, 3, 4, 5 месяцев держать, мне нужно там, ну, 5 тренировок я в неделю, например, могу давать, да, то у вас, ну, хорошо, будет там 20 кардио-тренировок в месяц, а не 30, но зато вы сможете не 30 дней потом сломаться, а, например, там, 3, 4, 5 месяцев держать этот дефицит. И вот у вас уже результат. Считайте, вы там похудеете в месяц, если не будет такой интенсивности, не на 4 600, а вы похудеете в месяц там на 4, но только чистых из жира. И вот так вот, например, 4 месяца по 4 килограмма, ох, 16 килограмм, пожалуйста, батюшки, это же прям шикарно. Только при этом еще у вас вес падает, у вас не уменьшается метаболизм, а, наоборот, даже ускоряется, и вы разжижаете кровь нормальной едой, увеличиваете количество кислорода, у вас больше силы энергии, вы выносливее, вы здоровее, вы выходите из риска рака, инсульта и диабета, ну, все выигрывают. Единственное, как всегда, понимаете, какая штука? Вот это, вот, понимаете, какая беда? Вот этим нужно заплатить за ваш прогресс, ребята. Потому что ты пытаешься все время ускорить, ты все время пытаешься не выдерживать боль дисциплины. А по итогу ты у разбитого корыта, у тебя боль сожаления. Все вы там были, все мы там были, когда ты думаешь, что, блин, я хочу быстрее худеть, блин, у меня там не получается. Ребят, если 30 дней активных, если ты нормально ешь, и качественные калории ешь, несущественно, дорогие. Мясо, салат, даже не нужно дорогое мясо, простое. Вот у меня сейчас в холодильнике стоит, еще раз, я купил там 3-4 килограмма вот этой жесткой говядины, жесткой, я сейчас покажу, как я, да, стушил, и я ее ем третий день. Одно и то же. Особо как бы там не заморачиваясь. Или салат, или там с яблоком, понимаете, ну, мне нравится с яблоком, или с салатом. Помидор, огурец, сметана, красный лук, например, тоже прекрасно, замечательно заходит. И мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, выбирайте, что вам нравится. Еда после 4-х. И почему после 4-х я вам рассказывал в вчерашнем ролике сумасшедшим, крутом, просто мега, мега, мега вчерашнее видео, ребята, которое я всех прошу посмотреть. Просто видео-герой, настоящее видео, мощнейшее, сумасшедшее, всем разложенным по полочкам. Вот смотрите, наживается вся правда о так называемых полезных голоданиях для здоровья. Пожалуйста, посмотрите это видео. Вот этот вчерашний ролик, Алексей Ворон, вся правда о так называемых голоданиях для здоровья. Посмотрите этот ролик. Вы будете в шоке, ребята, от того, насколько вам будет выгодно чуть-чуть отсрочить от приема пищи. Насколько это, естественно, дающийся процесс нашему организму. И вот у вас зона 2 кардио, без еды, у вас после 4-х, ваши 1600 калорий в 2-3 приема пищи. Значит, вы монотонно в течение месяца вот эту всю дисциплину держите в рамках вашего, да, как бы вашей бытовухи. И да, вы можете добавить какие-нибудь добавки. Хлорофилл до еды вы можете добавить для того, чтобы было больше кислорода. Рыбий жир или жир печени трески. Пару столовых ложек в течение недели, разбросанных с едой, чтобы, опять же, повышать выносливость и разгрузить, да, ваше сердце немножко. То есть, естественно, чем жиже гемоглобин, больше кислорода, тем лучше. Хлорофилл и рыбий жир – это одни из самых простейших добавок. Д-витамин вы можете добавить пару раз в неделю, там, тысяч по шесть. Точно вам не помешает ни при каких обстоятельствах. Цинк можно добавить к этому, ко всему мероприятию, тоже для иммунной системы и для обмена веществ. И, конечно, я прошу всех, ну, такое количество прям эпидемиологических, понимаете, вот понятиях пропорционально, когда я смотрю в анализы крови людей, большая часть, большая часть людей имеют настолько заторможенный метаболизм из-за неудачной щитовидки, из-за того, что у вас нет йода, селена и цинка. Даже другое можно не смотреть. Да, у большинства ожиревшая печень и плохо конвертируются в щитовидные гормоны Т3 и Т4, и, да, метаболизм тормозится, и, да, вы перебираете кофе, но хотя бы, если вы добавите там 200 йода в свой рацион пару раз в неделю из морских водорослей или из там морепродуктов, если чаще будете есть, если у вас есть к ним доступ, вы можете себе финансово их позволить, я не люблю морепродукты, поэтому два раза в неделю я беру вот этот йод из морских водорослей, да, сикэлп, морская капуста, сейчас покажу, чтобы не тормозился обмен веществ из-за затормаженной щитовидки, потому что вот эти 1600 калорий базового метаболизма, который мы с вами обсудили, да, то есть если вы там на 20 умножите свой вес, вы получите определенную цифру, если у нас там фигурально воображаемая девушка с ростом 160, весом 80, она должна весить 50, у нее лишних 30, у нее базовый метаболизм 80 умножить на 20 будет 1600 калорий, то если она не будет иметь йода достаточно, то этот базовый метаболизм тормознется до 1200 калорий, и дальше тебе нужно 12 часов на сон, днем тебе нужно поспать, у тебя постоянная сонливость, у тебя метаболизм низкий, и ты даже не сможешь, даже претендовать на то, чтобы делать 20 или 25 дней кардио в зале каждый день зону 2, точить вот эту, да, угол 5, скорость 5-60 минут, мы, то есть вы не сможете, вы рухнете там на этой дорожке, на 20 минуту, когда должно быть идти на активное жиросжигание, ты просто, у тебя ты упираешься в тупик, вот вы видели все этих бегунов, значит, марафонских, когда, ну просто коллапс, на финишной линии казалось, ну чего тебе, ну да терпи же, еще держался же 42 километра, что тебе стоит, коллапс, то есть человек это не контролирует, просто в обморок падает, человек от истощения, прям на финишной, вот эта вот история про тех, у кого тормознутая щитовидка, и если у вас просто нет метаболизма, а вы просите от него расход, плюс еще вы в дефицитах, пожалуйста, ну не допускайте этой истории, и C-келп сапплемент, значит, возьмите хотя бы пару раз в неделю, вот эти морские водоросли, из морской капусты, это прям самое простое, что может быть для поддержания обмена веществ, келп, так написано, келп это капуста морская, она вам прекрасно, просто, обалденно, круто поддержит этот обмен веществ, и вы не будете упираться в ступор, ребята, вы не будете убираться в ступор, посмотрите, на это вот C-келп, так вот и написано, в нем достаточно йода, пару раз в неделю, если вы возьмете, у вас будет нормальный метаболизм, пожалуйста, пальцы наверх поддержите, обязательно подписывайтесь, ребята, каждый божий день мы с вами в этих прямых эфирах, ради вашего здоровья, ради вашего будущего, будущего ваших семей, ребята, боремся за вашу продуктивность, поэтому смотрите, какая штука, вопрос похудения, можно ли ускорить, 100% можно ускорить, если понимать калорийно, где ты находишься, сколько тебе нужно калорий, и понимаете, какая штука, если мы с вами делим шкуру неубитого медведя, если мы с вами представляем, что вы хотите похудеть на 20 килограмм за 2 месяца, и вот эти вот мои советы, которыми я с вами делюсь сегодня, смотрите, они дадут вам в принципе возможность похудеть на 10 килограмм за 2 месяца, это достижимо, это реалистично, это достижимо, но если вам эти советы не нравятся, если вам не хочется делать это кардио, есть эти калории, распределять эти калории в правильном БЖУ формате, брать какие-то добавки, и вот так подходить к этому формату, то вы можете сказать, ну ему нахер, вот он тут сидит, это, да, ворон, рассказывает, что мы там сможем за 2 месяца сделать минус 10 чисто килограмм, 90 тысяч калорий, это мало, я хочу минус 20 за 2 месяца, и вот у меня есть другая методика, к сожалению, то есть на бумаге, да, когда мы смотрим, вы можете увидеть там каких-то специалистов, которые вам могут что-то пообещать, и вы, ну, купитесь на теоретическую часть, ребята, то есть, ого, 20 килограмм за 2 месяца, но вы их не достигнете, вы их не достигнете, эти 20 килограмм за 3 месяца, не потому что я там вас демотивирую, а потому что в основном, если идти против правил пользования здоровьем, нет, теоретически да, ты можешь доползти с минус 20 за 2 месяца, но у тебя не будет ни цикла, ни либидо, волосы будут сыпаться клоками, и дикое истощение и изнеможение, не путайте, мы сейчас с вами говорим о 20 килограммах жира, я говорю о 10 килограммах реалистично достижимых за 2 месяца, 2 месяца жира, а брутто масса может быть больше, потому что вот допустим, да, я регулярно делюсь этой статистикой, да, вот у меня ребята приходят в ПГ-марафон каждый месяц, и беру сезон новеньких 50 человек, и этих 50 человек я беру, и вот результаты, которые мы даже не за 2 месяца, даже не за месяц, а результаты, которые ребята показывают за 3 недели курса, вы посмотрите, вот таблицы, которые публично я публикую, видите, 15 килограмм в топе за 3 недели человек сбросил, 11, 9, 8, 7, за 3 недели, и казалось бы, Алексей, вы здесь нам говорите, что можно, ну как бы, рассчитывать, а вот у вас вот такие результаты, ребят, причем это результаты публично опубликованные, люди живые, эти вот, которые, да, вот допустим, Владимир, зашел, написал комментарий, так и было, Александр, Ольга, Сергей, Мария, Екатерина, Игорь, Антонина, все люди из разных стран у нас собираются, то мне пишут комментарии, когда я публично вот эти результаты в инстаграм выкладываю, почему такие цифры, потому что это не только жировая масса, это масса брута, которую мы высчитываем, то есть вот пришел человек, вот он весит 100 килограмм, а он должен весить, там, 75 килограмм, у него 25 лишних килограмм, и мы на пути достижения этих килограмм, когда мы делаем, мы делаем и выброс, господи, выгонотеков, и масса брута в кишечнике, то есть очень много переменных, которые, как вам сказать, весят на весах, ну просто, вот весят на весах, то есть вода, которая у тебя заставится в организме, в кишечнике задерживается, куча отработанного, лимфа, которая у вас стоит, все это весит, блин, и когда мы видим 15 килограмм за 3 недели, человек сбросил, из них жира, ну 6 может быть, 7, ну половина, а остальное, это вычищенные вот эти отеки, и вот так мы выходим из риска инсультов, давление нормализуется, появляется линия талии у ребят, да, они такие, о, ничего себе, в платье влезли, да, потому что очень много можно сбросить, даже не из жира, когда мы отталкиваемся, реалистично из жира, да, вот если ты дома работаешь, не в рамках, там, нашего ПГ-марафона, у которого турборежим по-настоящему, и который разгоняет метаболизм до потенциального максимума, дальше я ему говорю, что нужно в самостоятельной работе, как бы сбавлять обороты, и работать самостоятельно стабильно, да, из 365 дней, 365 дней контроля, и дальше вес уходит, ну чистый, жир, а не вот это вот бруто, то, что было, некоторые, которые проходят, там, например, у нас два курса, они в первом сезоне сбросили 10, а во втором сезоне сбросили 4, или 3, и такие, о, почему так медленно, и вот это вот то, что я им объясняю, да, то есть сначала пришли из бруто, да, как бы отвалилось огромное количество, а дальше уже чисто жир уходит, дальше уже там намного медленнее может идти, потому что это не та чистая масса уходит из сала, вот это вот то, на что вы должны, как бы рассчитывать, ребята, дисциплиной, оплоченная, ежедневная, кропотливая работа, пройти мимо соблазна, и побороться с ленью, и килограммы будут уходить, добавки помогут вам сохранять силу в плане обмена веществ, ни в коем случае не доедать, и самое главное, не может быть там какой-то сверх меди, нереалистичной методики, которую вам обещают, и вы на нее купились, понимаете, и вы через неделю обещано было что-то, а через неделю вы сорвались, то есть это еще хуже, чем вам пообещали минус 20, а вы через неделю сорвались, и вы на полгода в зажоре, и вы думаете, что это не методика кривозадая, а вы, с вами что-то не так, и вы начинаете убеждать себя в том, что вам оно не нужно, и так нормально, и дальше по наклонной получается, и так нормально, и ты в риске инсульта, рака, диабета, понимаешь, и так, блин, нормально, а так ненормально, и спустя 3 года, у тебя инсульт, это если повезет, спустя 2 года, у тебя рак, понимаете, какая штука, и в этом плане, нельзя демотивироваться, купившись на какую-то, мега там обещанную диету, пожалуйста, прошу вас, действуйте, вчерашний мой ролик, посмотрите, который вам будет, просто мега инвестиции, сейчас я буду брать ваши вопросы, ребята, в ютюбе написали, Алексей Ворон, вся правда о так называемых, полезных голоданиях для здоровья, посмотрите это видео, я же вас приглашаю, всех, кто свое здоровье в абсолют возводит, на 15 сентября, ко мне на уже личные консультации, ПГ Марафон, под видео в ютюб, вы можете узнать, как это сделать, и в инстаграм, самая первая публикация, в которой написано, как к нам присоединиться, значит, смотрите, в ютюб, вы вот здесь раскликнули, описание под роликом, вот здесь у вас инструкции, как к нам присоединиться, на pgmarafon.gmail.com, только на эту почту, здесь все, что входит к нам в программу, обязательно, pgmarafon.gmail.com, потому что очень много приходит, ребята говорят, Алексей, в интернете много пиратов, да, которые пытаются, значит, продать псевдоучастие в вашем озноровительном курсе, и с одной стороны, прикольно, дожились, а с другой стороны, людей это может домотивировать, когда они участвуют, и дальше они такие, о, а где Алексей, там же я вживую общаюсь, понимаете, вживую консультирую, а они там, типа, обманули, продали какое-то участие людям, а меня там нет, а потом пишут, а почему у вас нет, я говорю, потому что, извините, вы купили не совсем то, что нужно, значит, в моем инстаграме, ребята, самая первая публикация с инструкциями, как нам присоединиться, поехали, берем сейчас ваши вопросы, и будем вас консультировать вживую, чемпионы мои.